МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Инна Владимировна. Здравствуйте. Давайте, чтобы начать разговор, вкратце сейчас опишем основные цели и задачи, которые сейчас стоят перед учреждением, перед вашим. А потом перейдем к частностям. Хорошо. Перед нашим учреждением, как и перед всем пенсионным фондом Российской Федерации, остро стоит задача использования электронных сервисов. То есть это электронное обращение к нам обязательно. Сервисы разработаны уже давно. Правительство очень ратует за то, чтобы они работали и люди ими пользовались. И хочу отметить, что в рамках той эпидемиологической ситуации, которая у нас случилась в этом году, сервисы очень помогли и практически не подорвали нашу связь с населением. И мы работали в штатном режиме, в прежнем режиме практически, даже без приема живого граждан. Но у нас шли заявления, мы принимали решения, мы производили выплаты, назначали пенсии. То есть все шло в штатном режиме. И это первоочередная наша задача, чтобы граждане меньше приходили к нам, а управляли своими средствами, вопросами электронными. Сейчас пенсионному фонду поручено очень много таких задач. Не только пенсии, но и различные социальные выплаты, материнский капитал. Вот давайте, с чего начнем? С пенсий? Ну давайте с пенсии. Что про пенсии сказать? То, что они планово индексируются. Дело в том, что раньше как-то это был такой вопрос, что мы перед каждой индексацией об этом говорили, что процент такой-то, процент такой-то. Потому что это было всегда принималось в последние дни правительством перед индексацией. То в настоящее время у нас существует федеральный закон, в котором на пять лет вперед прописаны все индексации. Да, и поэтому мы уже так к этому абсолютно спокойно относимся. Вот у нас установлена же, как теперь пенсия индексируется не просто так, а через индивидуальный пенсионный коэффициент пенсионера. Ну, баллы их иначе еще называют. Вот у нас с 1 января 2021 года один пенсионный балл стал стоить 98 рублей 86 копеек, а фиксированная выплата к страховой пенсии 9066 рублей. Это именно те основные величины, которые регулируют размер пенсии. Балл – это переведенные пенсионные права в деньги, да? А фиксированная выплата, ее размер пенсии устанавливается в зависимости от ситуации и от вида назначаемой пенсии. Если эта пенсия по случаю потери кормильца, то будет ее святая половина. Если гражданин достигает 80-летнего возраста или является инвалидом первой группы, то фиксированная выплата удваивается на 100%. То есть это именно тот регулятор в размере пенсии применительно к жизненной ситуации граждан Российской Федерации. Вот поэтому индексация произведена. Вчера у нас по городу Лабутнанге были выплачены уже пенсии в новых размерах. И поэтому все, скажем так, с пенсиями более-менее все понятно. С текущими, да? С текущими. Вы говорили про баллы. Очень сложная система коэффициентов различных условий, жизненных. Очень сложно посчитать. Я вот недавно заходил на портал госуслуги. Там есть калькулятор, который позволил мне примерно посчитать пенсию. Насколько популярна вообще эта услуга и насколько реальны эти суммы, которые сотнести потом к примеру? Я понимаю ваш вопрос. Я хочу отметить, что данный калькулятор, который расположен и в доступности на портале госуслуг на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, он рассчитан исключительно на выход на пенсию на общих условиях. То есть это, а у нас сейчас общее условие, это достижение женщинами возраста 60 лет, а мужчинами 65. И он рассчитывается также из общих величин пенсионных прав, которые переведены в баллы. Но мы живем в районах Крайнего Севера и в основном даже то, что сейчас переходный период, возраст увеличивается, выход на пенсию. Но у нас мужчины будут выходить в 2024 году, в 2023 году мужчины будут выходить в 60 лет, а женщины в 55. Это если женщина, если она не мать двоих детей и более, то этот калькулятор немножко неверно рассчитывает пенсионные баллы и коэффициенты. Потому что период выплаты, выплаты именно пенсии, он вот именно регулирует размер пенсии. И для каждого года выхода он разный. То есть чем дальше откладывается выход на пенсию, тем получается период выплаты уменьшается. Когда при делении, это чистая математика, баллы увеличиваются. Поэтому то, что вы посчитали, этот размер пенсии, он у вас будет, но при достижении вами, например, 65 лет. А вы все-таки, я полагаю, пойдете в 60. Как получится. Как получится, пойдете, конечно, в 60. И размер пенсии, конечно, скорректируется. Но он еще и скорректируется теми пенсионными правами, которые вы заработаете к 60 годам. У вас еще целая жизнь впереди. Это точно. Сейчас пенсионный возраст постепенно увеличивается. В этом году тоже есть увеличение, да? Да. Мы с 2019 года уже работаем в этом режиме, что право выхода на пенсию увеличивается. Он увеличивается у мужчин однозначно, даже если они и на севере. Если они, конечно, не относятся и не работали в таких должностях долгое время, как по списку монтажники, железобетонные, например, конструкции, газоэлектросварщики. Вот именно у них, конечно, возраст выхода сохраняется. Там плюсуется льгота север, льготная работа в тяжелых условиях. И мужчины, конечно, по таким условиям они в 50 лет как уходили, так и будут уходить. Женщины, которые проработали 12, как минимум 12 лет в районах Крайнего Севера, имеют 20 лет страхового стажа и не менее двух детей, они также будут уходить в 50 лет. То есть повышение возраста их не коснулось. Но, конечно, у кого один ребенок, у женщин, это изменение коснулось. Вот, например, у нас если вот женщина в 70-го года рождения, да, то есть получается, что право в 20-м году у нее было на пенсию. Но так как право отодвигается, вот у нее выйдет, что она в 21-м году, во втором полугодии, например. То есть на полтора года отодвигается право. Но так же и у мужчин. То есть шаг сначала был 6 месяцев, потом полтора года, а потом он уже увеличивается каждый год на год. И к 23-му году мы выйдем на плато, как говорят, и женщины, в которой деток одна единица не менее, и мужчины, женщины 55, мужчины 60. Что связано еще? Раньше очень часто были такие проблемы, насколько я знаю, при расчете вообще рабочего стажа. Не хватало, к примеру, стажа, были проблемы с трудовой книжкой, да, с бумажной. Сейчас вводятся трудовые книжки электронные. Вот нюансы расскажите. Теперь должно быть меньше проблем. Раньше были проблемы, вот если нет трудовой книжки, да, к примеру, утеряно, недостаточно, нет записи, были проблемы? Конечно, были проблемы, но они решались и решаются до настоящего времени путем запросов в архивные учреждения. Конечно, сложности в том, что порой какие-то организации в архивы не предоставляли, не сдавали документы, а они были утрачены после ликвидации предприятий. То, что у нас с 2020 года заработала электронная трудовая книжка, она будет касаться тех кадровых изменений, либо событий, которые вот случились в 2020 году. Больше она будет подходить нашему молодому поколению, или кто начнет трудовую деятельность в 2021 году, то есть для них однозначно будет только электронная трудовая книжка. Что впоследствии, конечно, таких проблем у них уже при подходе к страховому случаю, к пенсии, у них уже таких проблем не возникнет, потому что все будет в электронном виде. Для тех, кто, ну, у нас же гражданам в течение 2020 года было предоставлено право выбора, у кого уже есть бумажная трудовая книжка, он имел право выбрать. Подать заявление он должен был быть обязательно, но именно с правом выбора оставить введение трудовой книжки на бумаге, либо в электронном виде. Тот, кто выбрал электронный вид, то с 2021 года однозначно трудовая книжка ему на рабочем месте уже возвращалась, выдавалась для личного хранения, и уже все сведения будут ложиться только в электронном виде. Для тех, кто выбрал все-таки бумажный носитель, то его трудовая деятельность будет учитываться и в бумажной трудовой книжке, и в электронной трудовой книжке, то есть двойной учет. Сбор информации и отчетности страхователей в 2020 году в данном направлении, конечно, выявил, вот именно анализ этой работы выявил значительные погрешности, но мы вот общими усилиями со страхователями и города Лабытнанги, и Шурышкарского района, мы старались их до конца декабря прошлого года все-таки все данные о гражданах привести в порядок. Ну, человеческий фактор недопоняли, неправильно предоставили, поэтому на портале государственных услуг, на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации для каждого открыта возможность контроля, что же туда вносит работодатель. И если есть, конечно, какие-то ошибки и погрешности, то работник всегда вправе обратиться к работодателю за устранением той или иной погрешности, неточности в записи. Ну, потому что все это заполняется все равно в любом случае вручную, и формы эти заполняются, и человеческий фактор, он не исключает ошибок. Но контроль, возможность контроля предоставлена каждому гражданину Российской Федерации. То есть сейчас любой человек может проконтролировать те взносы, которые за него заплатил его работодатель, да? Не взносы. Нет, не взносы. Он только проконтролирует запись о периоде работы. Может быть, он перешел на другую должность, и переводы, они также фиксируются в электронной трудовой книжке. Вопрос об страховых взносах ушел из Пенсионного фонда с 1 января 2017 года, когда эти полномочия в рамках Налогового кодекса Российской Федерации были переданы налоговым органам. И поэтому в настоящее время и контроль, и взыскание недоимки по страховым взносам осуществляют налоговые органы. Мы только производим сверку. У нас такая сверка существует между налоговой органами. Нам предоставляют сведения, о ком сданы сведения. Безусловно, там и взносы, там все видно. А мы уже сверяем с другой отчетностью, которую нам предоставляют работодатели непосредственно в Пенсионный фонд, чтобы не было, опять-таки, разрывов, либо неточности именно в стаже. То есть для нас сейчас это только стаж. Пенсионный фонд и стаж. Деньги уже не наши. Ясно. Не знал. Скажите, сложно сейчас оформить пенсию? По сути, наверное, сейчас проще. Также предоставлено право гражданам перед, если уже вот-вот срок-то подходит, да, то также на портале Госуслуг возможно сформировать выписку из индивидуального лицевого счета, где человек, гражданин, может ознакомиться с периодами работы, которые учтены на его индивидуальном лицевом счету. Ну, иначе мы называем это СНИЛС. Номер СНИЛС, да? Если он знает, что пенсия скоро, а там что-то не точно, то тогда, милости просим, приглашаем к нам с подтверждающими документами, будем корректировать. Потому что в прошлом году постановление правления пенсионного фонда вступило в силу, которое нам предоставляет право по заявлениям граждан корректировать их индивидуальный лицевой счет. Единственное, что это процедура заявительного порядка. Поэтому, кто видит неточности, к нам обращается, мы устраняем эту неточность. И потом при обращении уже также в электронном виде, самое главное поставить галочку по сведениям, имеющимся в пенсионном фонде Российской Федерации. И поверьте однозначно, пенсия будет назначена в 10-дневный срок. Замечательно. Насколько я понимаю, если подошел пенсионный возраст, сегодня день рождения, а я не собираюсь выходить на пенсию, работаю дальше, пока я не заявлю о своем желании, чтобы мне назначили пенсию, ничего не будет происходить? Ничего не будет происходить. Будет расти стаж трудовой? Да. Потому что назначение пенсии это заявительный характер. Однозначно. То есть должна произойти инициатива от гражданина. А вот что касается беззаявительного порядка, это у нас стартовало в 2020 году. Мы без заявлений граждан устанавливаем ежемесячную денежную выплату, потому что мы владеем информацией об установлении инвалидности. В прошлом году также ЕДВ устанавливали мы. С 1 января 2021 года тем гражданам, кто впервые признан инвалидами и не является пенсионерами, им на территории Ямал-Анинского округа устанавливают ЕДВ город Ноябрьск. Также у нас без заявительного порядка с 2020 года выдается и государственный сертификат на материнский семейный капитал. То есть также мы владеем сведениями о рождении детей. Единый портал это ЗАГС, ЕГР ЗАГС. Мы определяем и очередность детей, потому что у нас же с 2020 года размер материнского капитала разнится. Раньше было, как звучало, при рождении второго, третьего и последующих, либо при усыновлении. То 2020 год предоставил право на материнский семейный капитал, государственный сертификат и тем, у кого в 2020 году родился первый ребенок. Единственное, что существует разница в цене данного сертификата. Если ребенок родился первый в 2020 году, то сумма сертификата 466 тысяч. Если второй, последующий дети, то он уже 616. То есть разница у них 150 тысяч рублей. С 2021 года также будет индексация, пока не пришли еще сведения, но эти суммы увеличатся однозначно. Куда тратят материнский семейный капитал? У вас есть такие статистики? Ну да, в основном, конечно, это обучение детей, уход, присмотр, это детские сады. Это очень пользуется направлением на оплату. Очень пользуется популярностью на всей территории подведомственной. Также улучшение жилищных условий, безусловно, строится, вступают в ипотечные кредитные отношения. Это то, что на самом деле очень пользуется спросом. У нас же еще есть такие направления, как адаптация, интеграция детей, инвалидов в общество. Но на нашей территории данный вопрос ни разу не поднимался и никто не обращался за таким распоряжением. Ну и также возможность, она сохраняется, направление накопить на накопительную часть страховой пенсии мамы. Также данные, нет желающих, так распорядиться, я считаю, что бездарно. Еще, вот раньше часто звучало в средствах массовой информации, различные мошеннические схемы предлагались с материнским капиталом. Но вроде как уже с этим правоохранительные органы разобрались и таких случаев практически не случается. Хочу отметить, что на территории Лабытнанга, Шурышкарский район, вот за последние, у нас в Лабытнангах не было ни разу. В Шурышкарском районе, я так полагаю, было ранее. Но да, на самом деле правоохранительные органы на жестком контроле этот вопрос держат. И хочу сказать, что даже по Шурышкарскому району с 2018 года, как полномочия к нам пришли, таких случаев не зафиксировано. Поэтому на Ямале вообще-то редко, чтобы что-то такое было. Конечно, в Центральной России там прямо такие плакаты висят в центре города, что помогут и обналечат. Уголовная ответственность за это существует, поэтому в любом случае необходимо быть очень осторожными. Уголовная ответственность как со всех сторон, можно сказать. И в том числе тот, кто хочет обналичить материнский капитал. Кто-то помогает это сделать, безусловно. Ну, давайте перейдем к другой теме. Вот, к примеру, сейчас по новому внесению в административный кодекс знак инвалид на автомобиле уходит в прошлое. Теперь необходимо подать заявление, что включили общую базу данных. Этим тоже будет заниматься пенсионный фонд. Да, это федеральный реестр инвалидов. Государственный портал, который содержит сведения об инвалидности. Также он пополняется, получается, со всех сторон. Со стороны пенсионного об инвалидности. Также, если есть автотранспортное средство в пользование инвалида, то с этого года пришла обязанность подать заявление о внесении в данный реестр сведений об этом автомобиле, который давал бы право парковаться на парковках с отметкой для инвалидов. К сожалению, обращений таких пока не было. Может быть, услышав нас с вами, активизируется данная забота о себе. Я полагаю, что такая возможность есть и на портале государственных услуг внести такие сведения. Но при этом, в любом случае, необходима учетная запись, регистрация на портале государственных услуг, чтобы была такая возможность, как внести свое транспортное средство. Ну и также поддерживать эти сведения в актуальности, потому что наверняка есть возможность и замены данного транспортного средства. И это касается исключительно только физических лиц. То есть, не организации, которые владеют такими автомобилями и оказывают социальные услуги населению. Оплата пенсионерам, живущим на Крайнем Севере, расходов по... Компенсации. Компенсация расходов, да, на дорогу, к месту отдыха и обратно. Пользуется популярностью? Конечно, да. Это очень популярная услуга. Единственное, что она не является полностью электронной. Ну, такая возможность, что подать заявление можно электронно, а документы можно даже к нам направить почтой. Можно просто принести. А когда падает к нам это заявление электронное, то специалисты созваниваются с гражданином и определяют ему приемлемое и удобное для него время для донесения документов о проезде. Это очень популярная. Пользовалась, пользуется. Ну, мы сами понимаем, что дорога туда и обратно из районов Крайнего Севера – это дорогое удовольствие. Поэтому, ну, и, конечно, есть ограничения в компенсации. Если это самолет, то авиаперелет в эконом-классе. И необходимо в этом случае предоставить маршрут-квитанцию. Посадочный талон мы уже не принимаем. Мы принимаем, если принесут. Если нет, то это не является препятствием для осуществления компенсации. Поезд остается плацкарт пассажирский, но наш 210-й мы оплачиваем. Главное, чтобы был плацкарт. Потому что другого сообщения между материком, скажем так, да, Москвой и Лабутнангами прямых не существует. Поэтому мы оплачиваем скорой, но в плацкарте. Кто проехал более высокой категории, просто берут справки о наименьшей стоимости. И мы производим эту оплату. Сроки задержек у нас не бывает, финансирование у нас очень постоянно. И поэтому я считаю, что в этом направлении все всем довольны. Еще одна компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера. Данная услуга нами не предоставляется. Она предоставляется уже по месту, куда гражданин переехал. Конечно, может быть, возникнут какие-то вопросы. И перед отъездом из районов Крайнего Севера, конечно, мы к себе приглашаем. Мы всегда разъясним, что необходимо при этом, чем, какими документами необходимо запастись при выезде. Для тех, единственный документ, который очень важен, его никто, кроме самого человека, не возьмет. Если гражданин, пенсионер прекратил работать после 1 января 2013 года, то он с рабочего места должен взять справку о том, что ему такая компенсация работодателям не производилась. А все остальное, уже билеты по транспортировке домашних вещей, это уже за такую компенсацию будут обращаться в тот территориальный орган того города, куда они переехали жить. Там уже, конечно, объяснят, какие необходимо будут справки взять. Там также звучит и кратчайший путь, и наименьшая стоимость. Безусловно, есть ограничения. Но она производится, и мы это видим. Вот тут буквально недавно появилась новая категория граждан. Граждане предпенсионного возраста. Вы как-то с ними ведете работу какую-то? Конечно, ведем. Граждане, то есть этот термин и категория лиц, да, она у нас возникла в прошлом году, позапрошлом году. Да, в 2019 году, когда возник отложенный выход на пенсию, то есть стал возраст увеличиваться. И тогда государство позаботилось о тех, кто мог бы выйти, но не смог, потому что уже ограничивается возраст. Для таких граждан через центр занятости особенно были подготовлены очень обширные программы по переподготовке кадров, да, то есть чтобы они не потеряли себя, такие граждане. И, конечно, когда они у нас брали такую справку, то им оказывались определенные услуги другими ведомствами. У нас на севере, получается, предпенсионеры за 7-8 лет до выхода на пенсию, по России-то за 5, но у нас же немножко все иначе. Вот, поэтому также им предоставляются льготы, но от нас только справка является, либо не является. Справка выдается из портала, и она формируется на основании тех данных, которые есть на лицевом счету гражданина. И порой может выйти справка, что не является предпенсионером, потому что не все периоды работы, особенно до 1999 года, учтены. Ну, тогда мы работаем с гражданином в том плане, что мы дополняем его лицевой счет, и может тогда выходит справка, что он реально есть предпенсионер. То есть, получается, стаж выработал, а право на пенсионное обеспечение не возникло. Ну, тема, конечно, еще для разговора есть, но время нашей программы подошло к своему завершению. Я надеюсь, мы как-нибудь с вами еще встретимся и обсудим все остальное. Спасибо вам большое, что пришли сегодня и так подробно все рассказали. Вас, уважаемые телезрители, мы, конечно же, благодарим за внимание. Оставайтесь с нами на канале Лабутнанского телевидения. До новых встреч в эфире. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!